Всем привет! Сегодня расскажу вам о фаворитах весны, потому что уже наконец-то пришло лето, пришло тепло, и да, есть повод рассказать вам о продуктах, которые я любила больше всего этой весной. В основном это будет уходовая косметика, потому что в декоративной косметике ничего такого нового и интересного я особо ничем таким не пользовалась, и ничего такого вам сегодня не буду показывать. Сегодня будет только уходовая косметика, и её, кстати, будет довольно-таки немало. Поэтому, конечно, если вам интересно узнать, чем же я пользовалась всю весну, и что же любила, а что нет, то оставайтесь, конечно же, со мной. Моя зойка! Итак, сперва давайте начнём с лица. Продуктов для лица у меня, как обычно, больше всего. Во-первых, хочу начать с такой вот пенки мусса. Это чёрный жемчуг, деликатное очищение. В принципе, относительная новинка, где-то полгода как вышло. И это у меня уже вторая баночка. Пенка просто обалденная, серьёзно. Она прекрасно смывает макияж с лица, она прекрасно пахнет, она деликатно очищает кожу. Поэтому это, несомненно, мой фаворит. Фаворит всей весны. Я уверена, что буду продолжать её покупать и дальше. Уже и мама на неё тоже подсадила. Поэтому ей тоже она очень понравилась. Так что я смело могу советовать её. И, если честно, мне кажется, она подойдёт абсолютно для любого типа кожи, для любого возраста. Поэтому я смело могу вам её советовать. Пенка действительно достойная. И также ещё, что касается лица, я пользуюсь вот таким вот, скажем так, дуэтом. Это Хирудодерм. Во-первых, у меня это гель для умывания пенящийся. Это у нас идёт для жирной и комбинированной кожи. Мне очень понравилось, что здесь есть дозатор. Это, несомненно, очень удобно. Правда, выдаёт он, в принципе, нормальное количество продукта. Но всё равно как-то он у меня очень быстро заканчивается. Не знаю, с чем это связано. Вот у меня уже половина его осталась. При том, что я им пользуюсь, ну, наверное, всего лишь там месяц. Раз в день, месяц. И как-то уже половины нет. Для меня обычно это рекорд так быстро заканчивать продукты. Вообще, конечно, он неплохо смывает макияж с лица. Он довольно-таки плохо пенится. Здесь указано, что он пенящийся, но я бы не сказала, что он прям так хорошо пенится. Всё-таки это больше гель, нежели там какая-то пенка или пенящийся гель. И да, довольно неплохо смывает макияж, очищает лицо. Поэтому я осталась им довольна. Но может быть из-за того, что он такой вот жидковатый, поэтому он так быстро заканчивается. Потому что, когда я смываю макияж с лица, то, наверное, я делаю нажатий 5. Для того, чтобы действительно намылить всё лицо. Так мне гель понравился. Поэтому... И довольно-таки бюджетный. Поэтому это не проблема купить новый. Даже если он так быстро закончится. И, как я уже сказала вам, это второе средство. Также из этой же серии Хирудодер. Выпускает это Биакон. Это у меня тоник успокаивающий, освежающий для чувствительной кожи. Это очень calls гель был для жирной и проблемной кожи. И тоник у меня для сухой и чувствительной. Нет, просто для чувствительной кожи. И, как ни странно, тоник заканчивается намного медленнее, нежели гель. Что обычно для меня очень даже странно. Мне кажется, у многих так лосьоны и тоники всё-таки заканчиваются быстрее, нежели гель. Но здесь лосьон довольно-таки экономично используется, и все потому, что здесь не просто вот такое вот огромнейшее горлышко, а здесь дозатор, который очень даже хорошо выдает средства, действительно нужное количество, и вы никогда не переборщите, только если будете, правда, целые полчаса лить. В этом определенно плюс этого тоника, потому что он выдает нужное количество продукта, и из-за этого очень даже экономично используется. Мне он понравился, он не жирнит кожу, он действительно подходит, наверное, все-таки больше для сухой чувствительной кожи, потому что сам он такой довольно вязкий, и мне правда он очень понравился. И при том, что он, в принципе, для сухой кожи, все равно он очень хорошо матирует кожу, очищает ее, поэтому я осталась довольна, и вот дальше сейчас продолжаю пользоваться этим вот самым дуэтом от Хиру. Еще одно средство, очищающее для лица, которым я пользовалась по утрам, называется оно Синерген, выпускает это немецкая компания Осман. Довольно такой интересный продукт, он сам по своей консистенции как гель, и в нем довольно-таки крупные скрапирующие частички, то есть они, в принципе, неплохо даже филингуют кожу. Я осталась им довольна, у него тоже, кстати, какой-то такой очень большой расход, здесь уже, наверное, меньше половины осталось у меня, хотя пользовались довольно-таки недолго. В принципе, логично, потому что здесь всего лишь 100 мл, если пользоваться каждый день, то средство, в принципе, да, закончится, думаю, довольно-таки быстро. Сам продукт хороший, пахнет он чем-то таким морским, освежающим, определенно приятным, утром так взбодриться помогает, поэтому я осталась этим средством довольна, и для проблемной жирной кожи, я думаю, оно прекрасно подойдет. Извините за посторонние звуки, это мой попугай, он любит очень активно кричать и петь, поэтому его очень часто слышно в моих видео. Следующий продукт, это уже будет смывка, это будет средство для снятия макияжа, у меня это специально для области вокруг глаз. Также, кажется, это европейская какая-то компания выпускает, называется Витамин Е, Skincare. В общем, вот такое вот довольно необычное, странное, новое для меня лично средство. Здесь также всего лишь 100 мл, но для средства для снятия макияжа с глаз довольно-таки нормальный объем. По консистенции это как такое густое молочко, и, в принципе, макияж, он снимает неплохо с глаз, иногда, конечно, бывает пощипывает, поэтому, в принципе, я считаю, что мицеллярные воды, они все-таки лучше, но это средство немножечко бывает подщипывает. Но вообще, я уже, в принципе, привыкла им пользоваться, поэтому оно меня устраивает. Далее перейдем к секции волосы. Чем же я пользовалась чаще всего этой весной для своих волос? И это будет вот такая вот всеми известнейшая серия под названием Облепиха Сиберика, которую выпускает Натура Сиберика. И это у меня облепиховый шампунь, интенсивное увлажнение для нормальных и сухих волос. И также облепиховый бальзам для нормальных и сухих волос. Вот такая вот просто яркая, невероятно поднимающая настроение парочка. И также еще, конечно же, у нее невероятно приятный аромат. Серьезно, это самый-самый приятный аромат, который у меня был в шампунях и бальзама за всю мою жизнь. Потому что он невероятно вкусный, невероятно сладкий. Просто хочется эти шампуни и бальзамы съесть. Настолько приятный и сладкий аромат. Конечно, кто не любит такие очень насыщенные сладкие ароматы, вам, возможно, эта серия не подойдет. Но кто любит аромат облепихи, кто знает, как она пахнет, облепихи с сахаром, я бы даже так сказала, тот, конечно же, будет в восторге, так же, как и я, от этой серии. Здесь у меня объем 400 мл. Конечно, для моих волос это довольно маленький объем, потому что волосы у меня длинные. И хватит, опять же-таки, ненадолго этой серии. Но за свою, конечно, стоимость. А стоимость довольно-таки сейчас немаленькая у этой фирмы. Поэтому закончатся, думаю, они довольно-таки быстро. Что касается свойств, действительно, свойства прекрасные. Бальзам распутывает волосы, увлажняет их. Поэтому, в принципе, он справляется со всем, что нужно делать бальзаму. Шампунь также неплохой, очищает волосы. В принципе, все, что нужно, эти два продукта делают. И плюс, конечно же, просто невероятно приятно пахнут. Серьезно. Я только ради аромата бы покупала их всегда. Потому что, действительно, они невероятно приятные. Потом этот аромат ненадолго остается на волосах. И, конечно же, волосы также приятно пахнут. Этой облепихой. Так что, мне понравились эти шампуни, этот бальзам. Поэтому, конечно же, присмотритесь. Там есть для разных типов волос. У меня именно для нормальных и сухих. По-моему, там еще есть для тонких и жирных. В общем, как-то так. Два вида их есть. Поэтому, конечно, присмотритесь. Если еще не пробовали эту серию, она великолепная. И еще одно средство для волос. Это будет вот такая вот малюточка. Которую, я думаю, все знают. Особенно те, кто заказывает в Эйвоне косметику. Те, несомненно, знают этот продукт. И он у многих просто любимчик. Это, можно сказать, бестселлер в Эйвоне. И это у меня питательная сыворотка для волос. Всесторонний уход. Подходит для всех типов. Как ни странно, я думала, это больше для сухих волос и поврежденных. Но подходит для всех типов. По крайней мере, здесь так указано. И здесь у нас есть в составе органовое, марокканское органовое масло. Это, кстати, серия в Эйвоне Эдванс Техникс. Да. 30 мл. Довольно-таки маленький объем. Заканчивается быстро, потому что волосы, опять же-таки, у меня длинные. И нужно очень много этого масла или этой сыворотки правильнее для того, чтобы полностью нанести на все волосы. Ношу я после мытья на мокрые волосы. Кроме корней, конечно же, потому что грязнить будет однозначно и будут жирные волосы. Наношу только на длину, интенсивно так, именно на кончики. Потому что именно там стекущиеся кончики, именно там волосы безжизненные, сухие и требуют дополнительного такого увлажняющего, питательного ухода. Невероятно приятный также аромат имеет эта сыворотка. Очень-очень приятно чем-то так. Я даже не знаю чем, но очень приятно пахнет. И один только был минус, это то, что дозатор, да, дозатор это плюс, определенно плюс. Но дозатор не совсем хороший, в том плане, что когда у меня уже половина осталось средства, выдавать продукт дозатор стал очень плохо. То есть через раз приходилось очень часто вот так вот делать, нажимать для того, чтобы выдавить продукт. И сейчас у меня там буквально вот осталось сыворотки, ну вот сами видите, на пару раз. И мне уже приходится полностью откручивать это все дело и выливать. Потому что дозатор продукт уже не выдает. Это, пожалуй, единственный минус. Так сыворотка действительно что-то с волосами делает. От них приятно пахнет эта сыворотка. И они выглядят более живыми, более шелковистыми, более увлажненными. Какие-то такие, конечно, сверх чудес не делает. Но все равно этим средством приятно пользоваться. Поэтому я уже заказала себе новое такое же. Далее хочу вам показать два средства для тела. И оба они будут с фирмы Эко Истерия. Я очень давно хотела попробовать продукты из этой фирмы. Потому что они такие яркие, такие вообще красочные. В общем, правда, вот только ради дизайна очень хотелось их взять попробовать. И еще у них названия довольно-таки интригующие. Поэтому, конечно же, я купила себе два продукта. И сейчас активно ими двумя уже пользуюсь. Во-первых, это массажный слим-скраб «Стройные бэйби» от Эко Истерия. Вот такой вот скраб. Здесь у нас, кстати, какой он здесь объем? По-моему, да, 300 мл здесь объем. В принципе, довольно-таки нормальный объем. Упаковка, конечно, прекрасна. Здесь еще была коробочка. Но коробочка, конечно, мне не нужна. От нее я избавилась. Хотя, может, даже стоит еще где-то. Потому что жалко было выкинуть такую красивую коробочку. Здесь, конечно же, стоит крышка сверху еще одна. Для того, чтобы ничего не вылилось. И сам продукт вот такой вот. Такого он бордового, такого вишневого цвета. Солевой, кстати, это скраб. То есть там довольно-таки такая крупная соль. Очень-очень такая крупная. Жесткая, поэтому хорошо так скрабирует кожу. Несомненно, с этим справляется. Единственное, только что меня разочаровало, это аромат. Потому что я ожидала, что... Вообще слышала о том, что все скрабы от Эко Истерии довольно-таки приятно пахнут. А именно, видимо, этот плохо пахнет. Потому что он, правда, очень плохо пахнет. Чем-то таким кислым. Очень-очень таким... Не то, что кислым, а именно соленым. Видимо, очень-очень сильно пахнет соль. Именно такой вот солевой, очень сильный такой запах. Мне кажется, даже морской соли очень-очень чувствуется. Поэтому, да, ну, наверное, вот аромат я ожидала, что будет более все-таки приятный. А сам скраб имеет хорошее свойство. Он действительно хорошо, так жестко скрабирует кожу. Поэтому я, в принципе, осталась им довольна. Я хотела бы еще попробовать какие-то скрабы от Эко Истерии. Потому что у них там очень разные есть. И все-таки хотелось уже взять с более каким-то таким приятным ароматом, нежели этот. И второй продукт — это шоколадный бодибаттер. Чока-чика называется он. Вот так вот он выглядит. Так, свет точно слишком ярко падает. Вот такой вот бодибаттер. Называется Taste Me. Чока-чика. Конечно же, я его взяла, потому что это бодибаттер. Я обожаю баттеры для тела. И, конечно же, потому что он шоколадный. Не смогла я пройти мимо того, что это шоколадный бодибаттер, конечно же. Здесь, опять же, таки крышка. И сам баттер вот такой вот там. Такого он розоватого, такого светло-телесного, такого цвета. И что касается аромата, что касается свойств. Приступим. Свойства. Действительно, он нереально твёрдый. Это действительно масло. Поэтому разносится по коже, оно очень тяжело. Ложится плёнкой и долго впитывается. В принципе, я знала, что беру. Я ожидала, что масло именно так и действует на кожу. Именно так ложится на кожу. Поэтому я, наверное, ожидала такого эффекта. И для зимы я считаю, что неплохо. Потому что он, правда, такой жирный. Он питательный. Он, как-то, правда, долго впитывается. Иногда, даже если вы нанесёте его много, то он может ложиться плёнкой. Потом эту плёнку вы просто на себе чувствуете. Вам хочется её смыть. По крайней мере, у меня так было. И для лета, конечно, он уже тяжеловат будет. Несомненно, я вот сейчас им пользуюсь. И чувствую, что, может быть, даже оставлю его до зимы. Я так думала. Но потом посмотрела, что здесь срок годности до августа. Поэтому выхода нет. Придётся мне пользоваться именно сейчас и до августа. Вот эту вот половину, которая здесь осталась, использовать. Потому что потом просто выброшу продукт, если не успею использовать. Далее, что касается аромата. Я, опять же таки, ожидала такой ярко выраженный шоколадный аромат. Аромат здесь на самом деле какао. Именно такой вот какао. Такой лёгкий, невесомый, шоколадный аромат какао. Действительно, хочется так его с ложкой взять и съесть. Но ожидала я другого всё-таки аромата. Но меня, в принципе, устроил и этот. Не суть. Главное, что приятно пахнет. Очень нравится использовать это весной. Крем для ног от Планеты Органики. Органическое масло ши здесь. Опять же таки, органика сплошная. Вот такой вот кремик. Я думаю, многие знают эти крема. Там у них и для рук есть, и для ног с этой вот серии. Я взяла именно с маслом ши. Очень-очень лёгкий такой аромат. Практически не чувствуется. Думала, будет более такой насыщенный. Но опять же таки, это органика. Поэтому, возможно, простительно, что органика не так уж там ярко выраженно и химозно пахнет. Довольно неплохо питает крем. И на весну он не подошёл. Поэтому буду дальше, в принципе, продолжать им пользоваться. Мне кажется, даже летом нужно питать свои стопы. Поэтому буду продолжать им дальше пользоваться. Неплохой продукт. И ещё вам покажу, не могла не показать. Это гель для душа. Вот такой вот гель от Иврше. Тоже, думаю, все его прекрасно знают. Все наслышаны. О нём все его уже пробовали. Это точно. Это известнейшая у них серия Плезир Натюр. Стандартный, в принципе, гель. Ваниль Био. У меня в объёме 400 мл. Хочу вам о нём сказать именно потому, что здесь божественный аромат ванили. У меня, по-моему, ещё есть туалетная вода из этой же серии. Опять же таки, с ванилью она великолепно пахнет. Я зимой особенно очень часто ей пользовалась. Этот гель и та туалетная вода, они просто нереально классно пахнут. Опять же таки, Иврошель зарядлена как органическая косметика. Но здесь действительно такой вот насыщенный сладкий аромат ванили. Кстати, гели очень классно пенятся, очень классно очищают кожу, очень классно пахнут. И ещё аромат остаётся на коже, что вообще определённый плюс. Также сюда я вставила свой дозатор, потому что его здесь не было. И здесь довольно-таки большое горлышко, поэтому определённо нужно здесь использовать дозатор. Я знаю, что они отдельно продаются на сайте, но у меня был свой, поэтому я здесь вставила свой дозатор. И стало ещё удобнее пользоваться этим гелем. Поэтому, если вы заказываете гель из этой серии, то обязательно ещё покупайте там на сайте, или где вы покупаете или заказываете. Берите ещё дозаторы, потому что довольно большое горлышко, неудобно гель использовать. Также выливается очень много продукта. Так что да, всё сказал по поводу этого геля. Он прекрасен по своему аромату, по своим свойствам. Я определённо обожаю его. Ещё хочу вам показать сегодня аромат, которым я чаще всего пользовалась этой весной. И это также будет и в Rocher. Вот такой вот аромат во объёме 50 мл. Это момент счастья, но его, скажем так, новая версия, зелёная версия. И он мне показался именно подходящим на весеннее время. Может быть, даже и в этом также буду продолжать им пользоваться. Потому что он такой вот периодами тяжёлый. Но на самом деле, если так внюхаться, то правда, чувствуешь такую какую-то кислинку, какое-то такое зелёное яблоко. Что вот именно в весеннее время хотелось этот аромат ощущать на себе, и именно этим ароматом пользоваться. Довольно-таки, кстати, стойкий аромат. Поэтому да, мне очень понравился этот аромат именно этой весной. Итак, на этом всё. Это были все продукты, которыми я чаще всего пользовалась этой весной, и которые мне понравились. Я надеюсь, это видео было для вас полезным, информативным, интересным. Скоро с вами увидимся, и всем пока!